Emirates, или Эмиратские авиалинии, авиакомпания, выполняющая международные рейсы по более чем 140 направлениям. Сеть авиалиний захватывает всю Америку, Европу, Азию, Африку и даже Океанию. Emirates – это надежно и подчеркнуто дорого. Компания Emirates была создана по решению руководства Эмирата Дубай. Компания имеет свой официальный сайт и зарегистрированную мильную программу, под названием Emirates Skywardess. Главный офис находится в Дубае, на территории собственного терминала авиакомпании номер 3. Присвоенный авиакомпании Котеата, индивидуальный идентификатор, ИК. Дополнительная информация. Представительство Emirates есть и в главных городах России. В Москве находятся два офиса, один в аэропорту Домодедово, работает ежедневно с 11 часов 30 минут до 16 часов 30 минут и с 20 часов до 23 часов 30 минут, а второй на Цветном бульваре, работает по будням с 9 часов до 20 часов. В Санкт-Петербурге также расположились два офиса, один непосредственно в аэропорту Пулково, время работы ежедневно с 11 часов 30 минут до 16 часов 35 минут, а второй в центре города, на Невском проспекте, время работы по будням с 9 часов 30 минут до 18 часов. Официальный номер русского представительства – 8 800 555 19 19 Парк самолетов компании весьма разнообразен и насчитывает около 250 штук. В большинстве своем самолеты компании новые, а срок их эксплуатации, по стандартам, не превышает 6 лет. Между Россией и ОАЭ курсируют два рейса – ИК-132, осуществляющие полеты Москва, Дубай, и ИК-176, осуществляющие полеты Санкт-Петербург, Дубай. Регистрация онлайн на рейсы ЖАВИА – основные правила, выставляемые компанией, касаются времени вылета. Так, в аэропорт нужно приехать не позднее, чем за 90 минут до предполагаемого полета. В течение 60 минут, крайний срок, до вылета проходится досмотр. Выходы на посадку открываются за 45 минут, и закрываются за 20 минут до назначенного времени вылета. Регистрация на рейс авиакомпании Emirates осуществляется как в аэропорту, так и при помощи интернета, который сейчас есть в каждом доме. Для того, чтобы пройти регистрацию на рейс Emirates, нужно выполнить ряд несложных действий. На официальном сайте авиакомпании зайти в раздел «Регистрация через интернет». Для начала регистрации потребуется ввести фамилию пассажира и PNR, код бронирования, состоящий из букв и цифр. Следующим шагом указываются все пассажиры, которые должны быть зарегистрированы на рейс. В зависимости от того, какая страна стоит в пункте назначения, есть вероятность, что потребуется указать дополнительную информацию о зарегистрированных пассажирах. До того, как завершится процесс онлайн-регистрации Emirates у пассажира имеется возможность изменить место в салоне, при наличии свободных мест на тот момент, а также ввести номер мильной карты Emirates Skywardess, если это не было сделано во время покупки билета. После того, как на рейс компании Emirates регистрация онлайн будет выполнена, на указанную ранее почту придет посадочный талон в электронном виде. Регистрация онлайн на рейс Nordstar на электронном билете код можно найти справа. Поле называется «Букинг референс», это код бронирования. Код будет выглядеть как шестизначная последовательность букв и цифр, начинающаяся с букв английского алфавита BL на печатном же билете данная последовательность будет напечатана слева. Обратите внимание, зарегистрироваться на рейс Emirates можно не ранее, чем за 48 часов, в это время начинается онлайн-регистрация, и не позднее, чем за полтора часа до предполагаемого вылета. Чем раньше будет произведена регистрация на рейс, тем более вероятно бронирование лучших мест в самолеты. Регистрация онлайн на рейс FlyDubai, собираясь выбрать место в салоне самолета, важно знать, как осуществляется данный выбор, зависит ли он от типа самолета или же от класса купленного билета. Всего же в самолетах компании Emirates выделяют шесть типов мест, стандартные места, обычные, в середине самолета. Эти места предназначены для пассажиров, купивших билет эконом-класса. Места, находящиеся в начале салона самолета. Как правило их выбирают пассажиры, путешествующие с грудными детьми, свободное место впереди, не загороженное спинками кресел, занимается люлькой, либо же те, кто желает как можно скорее покинуть самолет по его прибытии в аэропорт. Места, находящиеся в ряду, в котором не более двух кресел. Эти места располагаются в начале и в конце самолета. В модели А380 они находятся на верхней палубе, зачастую, соседствуя с бортовыми туалетами. Места, находящиеся у выходов из самолета. Их преимущество заключается в увеличенном пространстве для ног. Выкупить их можно не позднее, чем за 6 часов до отправления самолета. Места на верхней палубе. Информация актуальна для самолета А380. Верхняя палуба имеет больше места в салоне, а также багажный отсек. Места на нижней палубе. Информация актуальна для самолета А380. Данные места располагаются на нижнем уровне самолета. Дополнительная информация. Номер билета – это цифровая последовательность, состоящая из 13 элементов. Найти номер можно справа, в верхнем углу, под QR-кодом. Компания Emirates обозначает свои билеты первоначальной цифрой 176. Номер билета находится как на электронной версии, так и на посадочном талоне. После покупки билета можно бесплатно выбрать стандартное место. Однако за некоторые другие типы придется заплатить места, имеющие дополнительное пространство для ног, стоимость от 55 до 205 долларов, звездочка. Места, находящиеся в начале салона, стоимость от 25 до 80 долларов, звездочка. Места, находящиеся в ряду с двумя креслами, стоимость от 35 до 135 долларов, звездочка. Цена за выбранное место зависит, в первую очередь, от маршрута и сезона выбранного направления. Обратите внимание, если был куплен билет в бизнес-класс, либо же в первый класс, то за выбор места платить не придется, вне зависимости от того, в какое время этот выбор производится. Приложение Emirates работает как на базе iOS, так и на базе Android. С его помощью можно онлайн управлять своими поездками и планировать путешествия, не выходя из дома. Данное приложение позволяет бронировать билеты пройти Emirates регистрацию онлайн. Прошло то время, когда для того, чтобы забронировать место на рейс, необходимо было бежать в авиакассу. Приложение Emirates позволяет находить нужные рейсы под определенные критерии, и бронировать их в несколько кликов. Выбирать место, после покупки авиабилета. Приложение открывает доступную и понятную схему самолета, в которой пассажир еще до полета сможет выбрать удобное для себя место. Накапливать мили Emirates Skywardess, а также тратить их. В приложении Emirates можно без труда узнать количество накопленных миль. В этом же разделе указывается и статус пассажира, а также все доступные ему привилегии. Регистрироваться на рейс онлайн. Зарегистрировавшись на рейс пассажир получает посадочный талон, который он может распечатать либо же скачать себе на телефон. Данный посадочный талон предъявляется на стойке регистрации, при сдаче багажа. В последнее время обязательное его наличие не так важно. Практически все аэропорты запрашивают паспорт пассажира, и уже по его данным знакомятся с информацией о регистрации пассажира на рейс. Получать уведомления о безменениях в рейсе и так далее. При онлайн-регистрации на рейс важно понимать, в какое время лучше приезжать в аэропорт. Пассажиры, которым необходимо сдавать багаж, должны быть на месте не позднее, чем за полтора часа до вылета. Те, кто путешествует лишь с ручной кладью, должны быть в аэропорту не позднее, чем за час до вылета. Однако, некоторые аэропорты выставляют свои требования, отличающиеся друг от друга, поэтому следует внимательно их изучить перед совершением полета, дабы не опоздать на рейс. Обратите внимание, если в процессе регистрации онлайн на рейс возникли проблемы, которые невозможно решить, нужно заложить достаточное количество времени на регистрацию в аэропорту вылета, дополнительный час, в идеальном варианте. Также нужно знать, что при полетах с пересадками электронная регистрация не всегда доступна. Это происходит в тех случаях, когда первый рейс производится не компаниями Рейтес. Данное правило применимо ко всем совместным рейсам с другими авиакомпаниями. Важные моменты, которые необходимо учитывать при полетах с авиакомпанией Эмирейтс. Если производится транзитный рейс со стыковкой в Дубае, а время этого рейса более 24 часов, потребуется виза. Без нее пассажира не допустят даже до первого рейса. Компания Эмирейтес заботится о своих пассажирах и предоставляет им бесплатное питание в аэропорту, при более чем 4-х часовой стыковке рейсов. Для того, чтобы воспользоваться данной привилегией, нужно взять специальный ваучер, который выдается на стойке информации в аэропорту Дубая. Этот ваучер позволяет заказывать еду в одном из ресторанов, которые указаны на нем, в основном рестораны быстрого питания. Регистрация на рейс при помощи интернета позволяет существенно экономить как время, так и нервы в аэропорту. Процесс ее предельно прост, а в случае чего, русские специалисты горячей линии всегда готовы ответить на все вопросы, возникающие у пассажиров. Звездочка цены актуальны на 2018 год. Звездочка цены актуальны на 2018 год.